Здравствуйте дорогие друзья, итак перед нами праздник, и несколько дней до праздника, и те у кого сегодня что-то не ладится, плохое настроение, есть обиды, какие-то слезы, вы должны запомнить важную вещь, что великий каббалист Аризаль раскрыл, что прежде чем послать душу на землю, ее спрашивают согласна ли она родиться именно у этих родителей, именно в этом месте, именно с такой судьбой. Поэтому все оговорено, мы пришли в этот мир найти себя и присутствие Бога в нашем мире, а не нянчиться с нашими комплексами и настроениями, все решает вера, ее надо тренировать постоянно, напоминая себе постоянно о том, что у мира есть творец, и что он один раз показался миллионам людей, чтобы подарить им веру, а теперь они должны эту веру нести, и в праздник, называемый Пейсах, мы с вами создаем картину, раскладываем отцу, делаем что-то, чтобы показать, как было при выходе из Египта, для того, чтобы обновить веру. Точнее, обновить воспоминания о подаренной нам вере, а не рассказывать, что вот если бы я увидел своими глазами, я бы поверил, уже увидели. Говорят, что увидеть, значит поверить, это не так. Увидеть, это значит узнать. Верить, это значит выбрать одну из точек зрения, которая заслуживает больше доверия, чем другие. Религия основана на вере. Вера это не то же самое, что факты. Именно поэтому есть люди верующие, есть неверующие. Спрашивают, почему если Бог хочет, чтобы в него уверовали, он не проявит себя с утра, там не появится на облаке, не помашет рукой. Почему? Если Бог сделал так, вера стала бы излишней. Люди просто вынуждены были его принять, как объективную реальность, как солнце. Это не просто плохо, это не вера уже. Вера это больше, чем видите. И надо понимать слова кабалы. Человек это что? Это душа, которой для выполнения работы в этом мире выдается инструмент, тело. Надо осознать, что первично, а что нет. Вот есть главная опасность человека, что тело, инструмент выданный для работы, станет самим культом поклонения. И человек посвятит жизнь улучшению работы именно тела. Проживет 120 лет, его спросят, как ты? И он говорит, да вот, вот тело, вот я ему массаж делал, там, и кормил его пивом. А ему скажут, а при чем тут? Это скафандр. Это скафандр для твоей миссии, а не миссия. Поэтому писали пророки, человеческий сын, не будь слепым, открой глаза. Все, что доставляет тебе удовольствие, кажется, наивысшим благом в этом мире, это, хавель, ничто. Есть люди богаче, знатнее, умнее, мудрее тебя. Но в любое время Бог может и их лишить богатства, здоровья, власти, разума и всего. Все в руках неба. Надо каждый день читать и вдумываться слова псалма. Все, много замыслов в сердце человека, а сбудется только предопределенное Всевышним. Только. Надо помнить, что в эти дни мы можем добиться волшебных дней песенка от того, что недоступно в другие дни. Чудо освобождения распространяется на всех нас и на сегодняшний день. Мы можем сделать поистине революционный шаг ему навстречу. Неважно, где ты был вчера, каждый, написанный с любой точки, с любого возраста и положения, может приблизиться к нему. Тот, кто, кстати, рос в нелелигиозной семье, стал соблюдать шаббат и учиться час в день, занял гораздо более высокую площадку, чем тот, кто скатился с 16 часов ежедневных занятий до 12. Путь определяется стремлением. Тот, кто идет вверх, делает правильный выбор. Важно направление движения, откуда и куда идешь, ну и идешь ли вообще. И, конечно, самое главное убедиться, что главное, а что второстепенное. Я короткую притчу расскажу. Однажды к кровину пришли хасиды. Сели там, современный хасид, современные рэбэ, нормальные люди, сели, предложил нам кофе. Они говорят, да, пожалуйста. Он вернулся, такой подносик у него стоят чашки, фарфоровые, стеклянные, пластиковые, хрустальные, дорогие, любые. Сразу хасиды разобрали чашечки. И рэбэ им говорит, если вы заметили, все дорогие чашки вы быстро разобрали. Но никто не выбрал чашки вот простые и дешевые. Желание иметь для себя только лучшее есть источник наших проблем. Поймите, сказал им рэбэ, что чашка сама по себе не делает кофе лучше. Иногда она просто дороже, иногда даже скрывает то, что мы пьем. То, что вы действительно все хотели, это было кофе, а не чашка. Но вы выбрали лучшее. Почему? Жизнь это кофе. Жизнь, данная нам, это то кофе, которое мы хотели. А работа, деньги, положение в обществе, это чашечки. Это всего лишь инструменты для хранения жизни. То, какую чашку мы имеем, не определяет и не меняет качество нашей настоящей жизни. Иногда, концентрируясь только на чашке, мы забываем насладиться вкусом кофе. Это неплохо искать хорошую чашку, но кофе мы забываем вкус. Человеку дана свобода. Инструкция о свободе звучит так. Благословение и проклятие я даю тебе. Выбери благословение. Выбери жизнь, просит нас Небесный Отец. Давайте не разочаровывать его хотя бы в эти замечательные дни пейсиха. Брахава и от слыха.